Три сила, тысячи жителей и стратегически важный мост. По нему не то что проезжают, проходят, надеясь на русское авось. Восстановить мост нужно как можно быстрее. И поэтому сюда, за сотни километров от Владивостока, уже пришла тяжелая техника и начала работать. Своя пилорама, свои машины и тяжелая техника. С апреля месяца здесь кипят работы. Даже в непогоду строители двух мостов в селе Боголюбовка берутся за молотки и топоры. Работают на совесть. Мост возводят временные. Но так, чтобы простоял как можно дольше. Я думаю, что еще нет 50%. Ну, процентов 40, наверное. Если целиком брать объект, то, наверное, все-таки даже больше, чем 50. Потому что очень многое заняло времени в сооружении объезда 10 километров. Потому что очень тяжело давалось, слабые грунты. Но объезд запущен. Сейчас пока придерживает активность работ уровень воды. Ну, тенденция на падение уровня уже пошла. Я думаю, что будем сейчас выходить на стадию, ну, не финальную такую, но уже ближе будет видно уже примерно окончание. Даже местные жители говорят, что раньше не наблюдали такого. Сейчас глубина в речке 3-4 метра. Обычно говорят, в это время уже вброд переходит. Вот сейчас просто технологически не представляется возможным режим откнуть из-за уровня воды. Но зато мы это время использовали для подготовительных мероприятий технических, которые нам сэкономят время в будущем. Соответственно, заготовка пиломатериала, завозка материалов и бетонных, других разных материалов для конструкции моста. Значит, снабжение у нас практически почти на 100% уже завершено. И я думаю, что все-таки есть большая надежда, судя по наблюдению прошлых годов, что у нас, наверное, один мост мы в течение, думаю, месяца полутора сделаем, ну, а второй там в течение месяца. У нас контракт до 15 сентября, поэтому как бы мы не сильно переживаем. Думаю, что будет сопережение, контракт выполнен, поэтому проблем не лейтет. Это временные мосты мы делаем, но тем не менее, то есть техзадание предусматривало срок эксплуатации до 5 лет. Наши мосты, которые по той технологии, которая строится, у нас срок эксплуатации до 15 лет. Все равно для временных мостов это очень большой срок эксплуатации. Это расчетный срок эксплуатации, реальный срок эксплуатации вообще больше. Если бы не было большого наводнения, но это уже стихийное бедствие. Хочу отметить, что в Дальнереченском районе столкнулись с тем, что разные службы фактически мешают работать. Просто мешают. Вместо того, чтобы помогать, мешают. Завтра поеду разбираться с одним вопросом. Причем департамент дорожного хозяйства просто все эти проработал. Все, а службы, органы внутренних дел и так далее, ввиду того, что, видимо, не разобрались с вопросом, начинают раздергивать, задавать вопросы. Вместо того, чтобы наоборот помогать и содействовать. Это очень плохо. Мы занимаемся ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. В таких случаях вообще-то мобилизуются все силы, средства и ресурсы. Все службы, все подразделения. Все, здесь мы впервые столкнулись с обратным. Для нас это вообще удивительно. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. На всяком случае, краевые власти еще не информировались по этому поводу. Думаю, удастся объяснить все на месте. Ну, а там дальше будет видно. Ну, вообще, администрация Приморского края, департамент дорожного хозяйства оказывает какую-то поддержку? Да я бы не сказал, что он оказывает поддержку. Я бы сказал, что он вообще практически полностью обеспечивает, и администрация края, и департамент дорожного хозяйства полностью обеспечивает наши работы. То есть, единственная сила, которая наша опора, это вот как раз и есть департамент дорожного хозяйства. Тут вообще никаких разговоров быть не может. Объект социально важный. Машины по мосту едут даже во время строительных работ. Местные жители постоянно интересуются, когда движение восстановят в полном объеме. Ну, это прекрасно, конечно. Тем более, такие деревушки у нас восстанавливают. Тут три человека осталось, можно сказать, пенсионеров. И восстанавливают. Что-то, наверное, к лучшему идет, наверное, движется. Параллельно ведутся работы на еще одном мосту. Здесь движение закрыто. Фактически возводится новый объект. Но прежде чем разобрать старый мост, здесь построили объездную дорогу. Чтобы вести такие масштабные работы, необходимо финансирование. Администрация Приморья свои обязательства перед строителями выполняет. А представители Департамента дорожного хозяйства ход работы контролируют. На сегодняшний момент здесь планируется полностью переустройство проезжей части, укрепление мостовых садов, то есть опор, укрепление фундаментов и устройство, значит, перильного ограждения. Сдать мосты в Боголюбовке в планах к сентябрю. Эти сроки определены государственным контрактом. И его необходимо выполнить. Вода делает немало бед не только для Дальнереченского района, но и для Дальнереченского городского округа. Разливу рек здесь противостоят командным методам. Власти деньги выделяют, предприятия их осваивают. И строят дамбы. Одной из таких компаний руководит Геннадий Веденский. За свой труд получил звание «Почетный житель Дальнереченского городского округа». Он на стройке каждый день. Последние 25 лет трудится на Дальнереченской территории. Не знает выходных. Своим примером заряжает молодежь. Ну, это природная, иммунная схема развита. Опыт, плюс, так сказать, профессиональный настрой строительный. Все-таки мне уже немало лет, больше, чем всем строителям, которые спокойно могут, имеют возможность работать до пяти часов, может быть, без суббот, без воскресенья, с отдыхом. Оценить труд Веденского можно в одном из микрорайонов Дальнереченска. Дамбу тут уже построили. Заодно сделали специальную площадку для рабочих. Скоро поставят новую задвижку. Страдает ЛДК, поселок ЛДК, последние три года только из-за того, что подтапливалось и не было шлюза. Для этого перекрывали мы глиной, но глина иногда из-за того, что подъем был уровня воды большой, глина не выдерживала, и был прорыв. Поэтому особенно в прошлом году, 9 мая, когда у нас произошла специальная ситуация, и пришлось устранять ее большими средствами, в том числе и администрация Дальнерского городского округа. А вот Веденский? А Геннадий Леонидович и тогда принимал, 9 мая, при ликвидации последствий свой вклад вложил в это. И сейчас тоже он был одним из организаторов постройки вот такого вида шлюза, для того, чтобы предотвратить подтопление микрорына ЛДК. Со строительной площадки перемещаемся в уютное здание промышленно-технологического колледжа. Его директор тоже занимается развитием территории. И она тоже стала почетным жителем Дальнереченского городского округа. Ты черновик уже сделал? Да. Ну, все уладил, что тебе надо было, да? Сюжет понял, да? Это изложение, да? Валентина Меркова аккуратно проходит между партами. У ее учеников экзамены, решающая аттестация. Нужно вести себя тихо, но при этом помочь зающему. В 1985 году она пришла сюда заместителем директора, но в этой должности проработала всего два месяца. Получилось так, что почти сразу возглавила учебное заведение. Сначала было только одно здание и маленькие мастерские. Потом появился еще один филиал в Дальнереченске, теперь вот еще и в Лучегорске. Да, я теперь уже руководитель вот этих трех учебных заведений, но там расстояние уже 100 километров. Я, если здесь, я туда-сюда мотаюсь, туда-сюда могу и два раза, и три раза съездить в тот корпус, во второй, потому что там учебные мастерские, там хороший учебный корпус, там общежитие, это больное место для всех руководителей. Сначала в общежитие, потом везде уже. Ну, а туда я езжу раз в неделю. И если уже необходимость такая, то езжу два раза в неделю. Это сложно, это тяжело, потому что 100 километров туда-сюда. Но, в принципе, это тоже уже теперь родной дом. Поэтому скучать абсолютно некогда. Чтобы такое долгое время возглавлять учебное заведение, нужен не только опыт, но и хорошая команда. Этого Валентине Васильевне удалось добиться. С Валентиной Васильевной мы работаем уже на протяжении более 10 лет. Знали еще до этого, так сказать, коллеги были, поэтому работаем прекрасно. Ну вот ваш характер подавал прекрасное название почетного жителя, Дальней Реченска, какие достоинства у этого человека на вас взгляд? Почему именно этот человек стал почетным жителем Дальней Реченска в городской области? Ну, потому что наше образовательное учреждение очень тесно работает с городом. И, в принципе, заслуга у этого руководителя в первую очередь. Мы участвуем во всех акциях, во всех мероприятиях городских. Город с нами сотрудничает довольно-таки широко. Власти Дальней Реченска каждый год выбирают почетных жителей. Ограничений нет. Скольких специальная комиссия решит отметить? Стольких и наградят. В этом году такой чести удостоилось три кандидатуры. Хочу сказать, что они представляют разные сферы деятельности Дальней Реченского городского округа. По моему мнению, люди все достойные. Валентина Васильевна Меркулова много лет возглавляет профессиональное образование в городе Дальней Реченске. Много сделал для сохранения этой части, сферы города Дальней Реченска. Веденский Геннадий Леонидович долгое время возглавлял строительное отрасль предприятия, которое, ну, можно пальцев не хватит назвать те здания, которые он строил. Это и котельная номер 18, и здание Сбербанка, и много-много других зданий в городе. И считаем, депутаты Думы считают, что внес существенный вклад в развитие города Дальней Реченска. Третий кандидат Виктор Владимирович Егоров. Тоже много лет возглавлял предприятие жилищно-коммунальной сферы. Под его руководством неоднократно город Дальней Реченска по России занимал первые места, как самый уютный город Дальней Реченска. Его заслуги отмечены медалью ордена «Заслуги перед Отечеством второй степени». Поэтому депутаты посчитали, что все три представленные кандидатуры для рассмотрения, они достойны. И голосованием подтвердили, что люди достойны звания почетный житель Дальней Реченского городского округа. Воспитанием подрастающего поколения можно заниматься по-разному. Так, для школьников Дальней Реченского городского округа организованы летние оздоровительные лагеря. Черепашки! Черепашки! Громко и весело дети из пришкольного лагеря поддерживают своих сверхников. Пока одни кричат в трибуны, другие соревнуются в скорости, ловкости и сноровке. Турнир весовые старты проходит на небольшом стадионе. Несмотря на возраст, трассы кипятки шуточные. Этого и добиваются педагоги. Через спорт ребенок оздоравливается. Максимально занят, отдыхает, потому что день ребенка полностью распланирован. Он на режим дня, рабочий день, такой у них активный отдых. Поэтому я думаю, что оздоровление и занятость детей выполнены на 100%. А вот именно оздоровление здесь какого-то проходит? Свежий воздух или какие-то еще продукты? Свежий воздух, витаминизированные продукты. Соответственно, медик прослеживает питание ребенка, насколько он прибавляет в весе. И различные витаминные чаи, свежий воздух и солнце. Пока одни на стадионе, другие в творческих мастерских. Вика Филатова уже смастерила собачку и бантик. Нашла здесь новых друзей и готова хоть каждый день приходить в пришкольный ладик. На физкультуру мы ходим, обедаем два раза. Мы ходим на улицу гулять. Система дополнительного образования в Дальневеченске работает хорошо, но лучше всего реализуется летом. У подростков больше свободного времени. А значит, можно научиться чему-то полезному. В школе, вот в этом классе, мы изготавливали куколок, делали бантики. Причем с удовольствием участвуют и мальчики. И понесли домой сестренкам, мамам вот эти вот бантики и куколок. Подарили все родителям. И родители, вы знаете, просто с удовольствием благодарили, что дети вот участвуют во всех мероприятиях. Много времени проводим на улице, играем в различные игры, разучили много песен о лете, общаются дети, посетили городской музей. А, скажите, на вас говорят, что ребенок матворика развивает, то есть во время лета, сколько ему необходимо это все делать подделки? Конечно, дело в том, что летом они все-таки не так заняты, как в учебное время. Поэтому им хотелось бы, чтобы и матворика развивалась, и знания их пополнялись, и чтобы они, придя в школу, не забыли то, что умели. Сегодня в Дальневеченском городском округе работает 12 лагерей. Учтены все интересы детей. Перед открытием проведены масштабные проверки по безопасности. В нашем округе 1678 детей находятся в лагерях. В период лета три смены, лагерей у нас 12, во всех абсолютно школах, по всем направлениям. Особый упор мы, конечно же, делаем на спортивный профиль. Сегодня в Приморье работает более 600 лагерей. Планируется, что за лето в них отдохнут 187 тысяч детей. Из краевого бюджета на эти цели выделено более 300 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова